В Евангелии от Иоанна есть замечательный момент, общеизвестный, описанный и художниками, и писателями, момент допроса Господа нашего Иисуса Христа Пилатом, Понтием Пилатом. Пилат спрашивает у Христа, «Итак, ты царь?» И вот что ему отвечает Иисус Христос. Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» Этот вопрос остался без ответа. Христос не ответил Пилату. Почему? И почему такой вопрос задает Понтий Пилат? И в самой постановке вопроса даже мы видим, что Пилат не ждет ответа. Он не спрашивает у Христа, что есть истина, а он ему говорит, «Кто ты такой, чтобы говорить об истине?» Ты, бродячий еврейский проповедник, мне, высокообразованному римлянину, будешь говорить об истине? Мне, человеку, который наверняка прочитал массу философских книг, который задумался о том, что такое истина, будет мне говорить какой-то малообразованный, не читавший ни Платона, ни Аристотеля, ни других греческих и римских философов, простой проповедник, сын плотника? Это не вопрос. Это утверждение. Никто не знает истину, тем более ты. А в другом месте, в том же Евангелии от Иоанна, мы читаем о том, как Христос говорит, «Я есть путь и истина, и жизнь». Может быть, в этих словах и откроется тайна, почему Христос не ответил Пилату. Во-первых, очевидно, что Пилат не ждал ответа. Это не был вопрос в собственном смысле слова. И по этой причине Христос ему не ответил. Но есть и другая причина. Потому что перед Пилатом стояла сама истина. А чтобы понять, что перед Ним истина, в это нужно поверить. А у Пилата веры не было. Вот давайте задумаемся над этой фразой, которой говорит Христос, «Я есть путь и истина, и жизнь». Что означает слово «путь»? Христос объясняет, говоря в другом месте, «Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Да, есть единственный путь нашего спасения, путь, который открыл нам Христос, открыл нам Своей смертью и воскресением, дав нам возможность, веруя во Христа, в таинствах, причащаясь к Его святых Христовых тайн, обрести тоже бессмертие после Второго пришествия. Почему Христос говорит о себе, «Я есть жизнь», тоже понятно из того, о чём я только что сказал. Потому что именно Он является истинной жизнью. Именно через Него мы можем обрести бессмертие. Но почему Христос говорит, «Я есть истина»? Во многих местах Евангелия мы читаем слова, которые говорит Христос, «Истинно, истинно говорю вам». Это понятно. Да, мы тоже говорим, часто рассказывая кому-то историю, что это истинная история. Или изучая какую-то теорию, мы говорим, «Это истинная теория». Это истинно. А что такое истина? Вот именно этот вопрос и ставит в тупик Пилата. Потому что он поставил в тупик философов, которые ставили этот вопрос и в Древней Греции, в Древнем Риме, и будут ставить его в последующей философии. Давайте немножко попытаемся понять, почему же Пилат так скептически отвечает на этот извечный вопрос, что есть истина. Казалось бы, очень просто. Истина, ну а что здесь задуматься, да? Вот передо мной лежит книга. Я сказал истинную фразу, но безусловно истинная, потому что вот передо мной есть книга, и я сказал фразу, передо мной лежит книга. Очевидная, простая вещь, простое высказывание. В греческой философии впервые об этом сказал Платон, потом продолжил его ученик Аристотель, говоря, что истинным является то высказывание, которое соответствует действительному положению вещей. Ну, казалось бы, что проще. Однако философы-скептики подвергли эти, казалось бы, очевидные, высказывания и мысли Платона и Аристотеля огромному количеству возражений. Мы не будем с вами разбирать их все. Просто я попытаюсь пообъяснить вас на простых примерах. Вот перед светофором стоит дальтоник, человек с дефектом зрения. Загорается красный свет для нас. Мы говорим красный свет. Дальтоник говорит, нет, свет зеленый. У него зрение изменилось. Кто прав? Дальтоник или мы? Может быть, дальтоник единственный прав, а у нас дефект зрения? Мы ведь, по сути, воспринимаем не свет от фонаря, светофора, а воспринимаем те знаки, сигналы, которые дают нам нервные окончания на дне глазного яблока, так называемые колбочки, у каждого они устроены по-своему. И поэтому, где гарантия, что эти колбочки дают тот самый сигнал, абсолютно точно соответствующий реальному положению вещей? А если пойти дальше, поразмышлять об устройстве нашего мозга, о том огромном количестве нейронов, синапсов и прочих тонкостей устройства этого главного органа познания, то мы поймем, что, собственно говоря, то, что мы знаем, это наши ощущения, наши впечатления. Да, я говорил сейчас на современном языке, но уже древние философы понимали это, не зная всей сложности биологии и физиологии нервных окончаний восприятия человека. Они понимали, что все наши восприятия – это наши восприятия. У животных восприятия другие, какие-то животные не видят цветов, какие-то животные не воспринимают звуки, а воспринимают, наоборот, ультазвуки. Где гарантия то, что наши чувственные восприятия действительно соответствуют реальному положению вещей? Вот как ставят вопрос скептики. Мы не знаем истину. Мы можем знать только то, что дают нам наши органы чувств. А гарантии, что органы чувств дают реальную картину, действительно описывает окружающий нас мир. У нас нет никакой. А для того, чтобы знать реально эта картина или нет, у нас должен быть какой-то критерий истины. А где мы найдем этот критерий? Опять же, в своих собственных впечатлениях мы никак не можем выбраться из этого круга замкнутого. Так что все, что мы знаем, это мы знаем о самих себе. Как сказал известный греческий философ Протагор, человек есть мера всех вещей. Каждый конкретный человек. Иначе говоря, как кому что кажется, так оно и есть. Если мне лично кажется, что сигнал на светофоре зеленый, а не красный, как моему соседу, то значит для меня он зеленый, а для него он красный. И споры бесполезны. Это все то, что спорить о том, какой цвет более истинный. Мой там цвет волос у меня на голове или у моего приятеля рыжеволосого или брюнета или блондина. Цвета разные, органы восприятия разные, и истина у каждого из нас своя. Но другие философы замечают, но все-таки есть истина. Скажем, дважды два, четыре. Скажем, сумма углов треугольника 180 градусов. Есть истина математическая. Она вечна. Она не зависит от того, блондин я или брюнет. Она объективна. Почему она объективна? Почему она независима? Почему она истина? А потому, что в геометрии, в арифметике, как и вообще в других любых математических дисциплинах, мы строго доказываем, мы связываем положения непротиворечиво, соединяя их последовательными, взаимно доказанными суждениями. Вот где истина, вечная, которая не зависит от субъекта, не зависит от моих личных пристрастий, от времени, когда я живу. Математика. Идеал. Идеал той самой истины. То есть истина оказывается это прежде всего непротиворечивость, доказательность, выводимость одного из другого. И какое отношение имеет математика к миру? А может быть вообще никакого. Современная математика заявляет, например, о том, что возможны и неэвклидовые геометрии, и энмерные пространства, и разного рода арифметики, не только десятичная система счисления, но и двоичная, и восьмеричная, да и какая угодно. Как мы захотели непротиворечиво выстроить какое-то высказывание, то тогда оно и будет истинным. Главный критерий непротиворечивость. Но отсюда возникает одно удивительное следствие. Если математик строго непротиворечиво произвел некие вычисления, то он после этого утверждает, я действительно познал, как устроен мир. Он утверждает, что его непротиворечивое вычисление это знание об объективных вещах. То есть тот самый непротиворечивый ход мысли и является критерием устройства нашего мира. А почему, спросят нас скептики, откуда вы взяли, что непротиворечивость высказываний это действительно гарант соответствия нашему окружающему нас миру? Непротиворечивость может быть только в высказываниях, в мыслях, но не в вещах. Вещи не могут противоречить или не противоречить друг другу. Они не просто есть. Возникает так называемая когерентная концепция истины, суть которой состоит в том, что истинным является непротиворечивое высказывание, но и в ней, как мы видим, появляются проблемы. А почему мы уверены, что если высказывание непротиворечиво, то оно действительно должно соответствовать реальному положению вещей? Вот две тысячи лет философы бились вокруг этих двух путей познания истины. Или истина это соответствие моих мыслей вещам, но тогда откуда я знаю, что мои мысли соответствуют вещам? Или другой подход, а вещи здесь ни при чем, главная последовательность моих мыслей, непротиворечивая их соединение друг с другом? А тогда при чем здесь вещи и как быть с истинным взглядом на мир? Вот эта проблема, которая получила философия название субъект объектной проблемы, субъект познания, то есть человек противостоит объекту познания. и как быть уверенным, что субъект правильно знает объект, не имея возможности выйти из самого себя? Вот эта проблема две тысячи лет ставила в тупик философов, до сих пор, когда в XVII веке многие философы поняли, что надо как-то выйти из этого замкнутого круга. действительно надо посмотреть, а нет ли чего-нибудь соединяющего субъект и объект. Вот так возникает философия жизни. В XX веке из философии жизни возникает философия экзистенциализма. Главная мысль, которой в вопросе опознания истины состоит в том, что истина не познается рассудочно, потому что рассудок всегда противостоит бытию, вещам. Истина переживается. Человек должен слиться, соединиться с миром, пережить эту истину. Так мыслили многие философы и на Западе, например, Анри Бергсон, и в России, например, Николай Ануфриевич Лосский с его концепцией интуитивизма. Возникает другая мысль. Должно быть нечто возвышающееся над субъектом и объектом, нечто соединяющее их. Так возникает, например, философия Шеллинга и философия русских православных мыслителей, например, Ивана Васильевича Киреевского, Алексея Степановича Хомякова и особенно, конечно же, Владимира Сергеевича Соловьева с их концепциями абсолюта, в котором и происходит соединение субъекта и объекта. Но если субъект и объект соединены, то тогда я не могу ничего знать об этом абсолюте. Он возвышается надо мной, он непознаваем, потому что познаваемо, как говорят философы всегда, то, что является объектом для некоего субъекта. И в этом абсолюте субъект растворяется, и путь от Шеллинга, Соловьева и других таких философов уходит в мистицизм, в тот же самый скептицизм, истина непознаваема. Лучше вообще уйти от этого субъекта объектного противоставления в абсолют, там, где нет разделения, там, где полнота, единство, или, говоря словами Владимира Сергеевича Соловьева, всеединство. И вот сделав такой небольшой экскурс в область философии, я думаю, мы теперь можем понять, почему Христос говорит, что Он есть истина. Православное богословие говорит о Христе, что Он является и истинным человеком, и истинным Богом. В одной божественной личности, в божественной ипостаси, соединив две природы, божественную и человеческую, соединив неслиянно и нераздельно, непреложно и неразлучно, как пришли к такому выводу отцы Четвертого Вселенского Собора. Христос – это и истинный Бог, и истинный человек, и одновременно – это ипостась одно лицо, одна личность. Он и возвышается, как божественная личность над всем миром, и соединяет в себе божественное и человеческое. Вот здесь мы видим, переходя опять же на философский язык, то совпадение субъекта и объекта и возможность это совпадение соединить в себе, потому что оно превосходит субъект объектного разделения, превосходит в Боге, в котором нет этого разделения, Бог прост. Вот не случайно Христос говорит «Я есть истина». Не Бог Отец, не Святой Дух, а Христос как Бога Человек, как Тот, Кто соединил в себе божественную и тварную природы, как Тот, Кто соединил в себе и субъект, и объект, возвышаясь над ними и одновременно принадлежа нашему миру. Каждый из нас соитворен по образу Божию, а как будут говорить последующие отцы церкви, например, преподобный Анастасий Синаид, мы сотворены также и по образу Иисуса Христа. У нас также есть духовность, бессмертная душа и временное смертное тело. Объединяются они в одном понимании человеческой личности. вот почему человек имеет в себе абсолютное убеждение, что истина существует, почему мы можем совершенно безошибочно очень часто утверждать «это истина», «дважды два четыре это истина», «дважды два равняется три» это абсолютная ложь, это ошибка». Несмотря на все тупиковые рассуждения философов, каждый из нас понимает истину от лжи отличить часто очень легко. Если я скажу на камень, что это дерево, надо мной будут все смеяться, говорят, «ну ты ошибся, почему ты это сделал, я не знаю, не посмотрел внимательно, не подумал, но это же очевидно, подойди поближе, попробуй, потрогай и увидишь, что это камень, а не дерево». Попытка понять, что такое истина, заводит философа в тупик, но природа человека безошибочна. Природа человека позволяет человеку эту истину понять, отличить ее от лжи. Почему? А именно потому, что человек несет себе этот образ Божий, образ Христа, который соединяет в себе и субъект, и объект, и тварное, и нетварное, и Бога, и человека. Поэтому Христос это и есть истина. Поэтому и Пилат не услышал ответа. Чтобы понять то, что Христос говорит миру, нужно понять и поверить то, что перед Пилатом стоял не обычный человек, не простой проповедник, а Бог, который стал человеком. Поэтому христианство это не просто истинная религия, истинная по сравнению с другими. Христианство это сама истина, потому что ее, эту истину проповедала сама истина Иисус Христос. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Иисус Христос